добрый ранок мы стоим возле стены которые отделяет верховную раду и и одичалых от нормальных людей от украины и вон увидите как в сериале воины ночного дозора эту стену добудовывают друзья как слышно дайте обратную связь какая слышимость слышно отлично добрый ну вчера увидели после выпадения снега поработали хорошо почистили лагерь тут чистота порядок всяком случае на нашей части вечером те хлопцы которые не смогли быть семьями которые дежурили свободное дежурство поиграли снежки приду приглашали поиграть полицию нацгвардию который дежурит теперь уже с этой части стены но те почему-то не согласились но пока еще не готовы сейчас вы видите добудовывается стена с этой стороны верховной рады вообще по хорошему конечно надо ее обнести вообще стеной со всех сторон чтоб там большая часть депутатов и жила и ночевала исправляла естественные надобности потому что судя по всему если убрать подавляющее большинство состава верховной рады то ничего для избирателей страшного не произойдет поэтому наверное те законопроекты которые говорят о скорочивании состава верховной рады в два в три в четыре раза они дужи дужи свои частные друзья сегодня среда сегодня уже следующий день после миколая ну все мы понимаем что у нас стране существуют дни календаря временные такие лакуны когда люди выпадают из реальности и слава богу выпадают вместе семьями вместе с друзьями вместе с детьми это новый год это рождество это макулай это посадка картошки для агрария уборка урожая поэтому изначально планируя нашу протестную активность мы понимали четко что рук вызывание однозначно упрется в новый год поэтому активные действия до нового года не планируется кроме похода на всех желающих на встречу парах оботов и питье чая с сукерками рашен воскресенье я думаю что однозначно поговорить со своими гражданами которые не профессионально не за деньги а искренне поддерживают движение но не знаю какие лозунги за 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 роттердам плюс за наших пив громадян захарченко и платницкого за розенблата за то чтобы никогда не расследовали дело небесной сотни за добровольца в тюрьмах я не знаю какие лозунги будут но я вчера зашел на один из фейсбуков одного из своих бывших друзей четырнадцатого года который кстати немного немного помогал становлению батарея на донбасс самое начало ну увидел шестой поры конечно очень много воды утекло и человек этот уже давно так званый анти шатун посмотрел полистал его ленту но он обижался на меня что я называл тоже антимайданом эти все попытки то собрать оперативный резерв для нас гвардии и приходить бить людей здесь это у них не удалось то собрать тетушек теперь уже интеллигентские по интеллигентному к этому подойти чтобы народ не пугался я посмотрел и понял что конечно процента 3-5 нашего населения живет такой информационной резервации который для них создали проплаченные лидеры общественные мнения все массы информации различные боты ну вот вчера прочитал он перепостил статью одного из ведомых парахоботов о том что оказывается ведущие американские издания за экономистом вашингтон постом и так далее когда пишут про украинскую коррупцию они врут потому что ни одного факта украинской коррупции нету потому что все авторы которые там пишут либо журналисты российские которые переехали жить на запад либо московские корреспонденты западных изданий либо как там написано западные корреспонденты которые пишут том же духе не списка корреспондентов не анализа почему не так считают не анализа замечательного утверждения что в украине коррупции нет я так и слышу за кадром смеха зонблата сатанинский не приводится тем не менее перепащивают люди в это верят так по всем вопросам дебальцева ну великая перемога иловайск виноваты добробаты коррупция так виноваты все кроме порошенко скоро мы ее подала ему не лишили гражданство не константинова не аксёнова ваташки в российских угруппований в захарченко-плотницкого та это нормально дочку корнета учат на украинского прокурора та это нормально ну а все-все миноват гришин зимин грузины и шатуны так вот друзья не как никто кроме нас заняться вызвали 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 от информационной оккупации наших спив громадян заблудших реально не сможет друзья давайте будем реалистами и нам что тем что нужно делать сначала с этим а потом с теми людьми которые остались на оккупированных территориях которым тоже усиленно промывают мозги российской пропаганды и хочу сказать что да их сейчас не так уж и много 14 было 55 процентов сейчас 35 но это наши спив громадяне поэтому я хочу призвать всех тех людей у которого есть свободное время аналитические способности или просто свободное время зайдите на фейсбук руху вызвания найдите в руху вызвание или ко мне в личку напишите и подключайтесь к работе нашей отдела информации мы вас создавать создавать такую же сеть как у порошенко с параха ботами с аналитиками там с лидерами общественного мнения проплаченного не будем конечно потому что у нас для этого нет ни ресурсов не коррозии совести как у порошенко его публичников но знаете еще раз повторяю с этим что-то нужно делать потому что как вроде бы умные критически мыслящие люди в итоге приобретают взгляды на жизнь специальную систему врагов и абсолютно ну как бы неуязвимость к реальной правдивой информации фактически я не знаю но об этом знает путин потому что все это он проделал уже в россии он с 2000 года фактически превратил российское общество в стаду зомби сейчас большинство россиян аплодирует убийство украинских висковых это знает порошенко который строит систему манипуляции общественного мнения именно по кальке путина поэтому нам необходимо создать сеть свободных людей которые могут быстро получать анализ происходящих событий анализ той брехни которую кормят наших пив громадян и реагировать пояснять рассказывать это достаточно просто потому что все эти манипуляции основаны на одном настолько мощный информационный поток что люди не успевают нем разобраться поэтому им дают полу пережеванную пищу в нужном ключе и чек просто даже не проверяет у него при сей и выисканном желании разобраться сформируется просто ложное представление друзья заходим у кого есть свободное время либо свободное время и аналитические способности желание на facebook руху вызвания пишем в комментариях либо посмотрите мой предыдущий пост там указан адрес электронной почты наш либо пишите мне в личку подключайтесь потому что еще раз все кто считает что просто выйдя на улицу мы победим либо все кто считает что выходя на улицу и как они говорят ничего не делая мы проиграем не правы сейчас заканчивается первая стадия нашего протеста первая стадия это пробить информационную блокаду помните начале говорили о том что тут никого нет говорили о том что тут 100 человек 200 маргиналы про нас говорили что это не донбасс а какие-то непонятные боевики семенченко про сакашвили рассказывают всякие несенитницы потом когда начали выходить люди на митинг все больше и больше через соцсети стали узнавать о том что митинги массово что действительно есть общественная поддержка потом стали понимать что за требования требования не борьба за власть не смена одной золотой одной задницы на золотом унитазе на другой а требования выполнения тех предвыборных обещаний которые нынешние власть имущие давали всем людям когда приходили к этой власти воры и предатели должны сидеть тюрьме и должны быть специальный антикоррупционный суд для этого должна произойти чистка вот этого гадюшника который видите обносят сейчас стеной а это не только через через уголовные дела а это еще и через смену выборного законодательства не должен быть в демократической стране госчиновник высший поза контролем своих выборцев а поэтому закон про импичмент однозначно нужен ну и конечно снятие неприкосновенности что обещали все созывы обещал и юрий луценко правда он сейчас говорит что это все агенты кремля обещают юрий витальевич а что ж вы не сказали когда призывали нас за нунс и самооборону голосовать что ваша программа это программа агентов кремля что ж вы нас так запутали то вот а потом когда пошли последние митинги то информационная блокада треснула и практически треть телеканалов начала показывать то что происходит прямом эфире да не используйте и другие технологии провокации забалтанет антимайдан сейчас пытаются делать но все равно это все первая стадия вторая стадия должна быть создана революционной организации именно революционная потому что изменение правил в стране это и есть революция то что мы хотели сделать 14 то что мы хотели сделать четвертом то что мы делегировали потом ющенко а потом турчинову и ценюку нажали порошенко должны сделать мы сами а что такое революционная организация это первое в одной руке должна быть стопка всех законов всех постанов всех новых правил которые за один-два дня должна будет проголосовать верховная рада естественно при настоятельной просьбе и требовании массовых своих выборцев и второе люди которые готовы будут на себя взять ответственность за судьбу страны не дать возможности не устроить гражданскую войну не устроить путин нападет не дать раскачать ситуацию люди которые воевали люди которые помогали как волонтеры люди которые не уехали не бросили все за рубеж люди которые готовы вернуться из-за рубежа имею ввиду прежде всего наша диаспора многие из которых искренне этого хотят люди которые не скурвились не продались за землю за паек за медаль за не знаю за должность и эти люди должны быть четко предельно обществу и сказать мы готовы вот полиция нацгвардия армия экономика спецслужбы и третий этап мы должны сделать все для того чтобы не просто олигархи увидев что порошенко полностью потерял кредит доверия дать возможность убрать его и подсунуть нам нового новую она нужно демонтировать золотой унитаз поставив между него скромный столик государственного служащего пусть он будет пользоваться уважением пусть будет большая зарплата пусть как им будет жить руки как при там в австрии например или в англии когда идет высший государственный деятель мимо людей спокойно идет там либо пешком либо на велосипедике но это должно пойти без потрясений никто из преступников не должен сбежать за рубеж потому что мы помним чем закончилось предыдущее бегство войной никаких беспределов никаких шатунов а закон один для всех освободить страну от этих многочисленных проколов кровососов из которых вытекается кровь мили тысяч коррупционных схем в результате которых пенсионерам врачам военнослужащим студентам всем тем кто пытается честно работать получать зарплату остаются крохи и страна тогда сможет укрепиться закончить победу войну за незалежность и все-таки начать строить то что мы хотели и в четвертом и в четырнадцатом и в девяностом сильную европейскую украину которая не прогинается не перед востоком не перед западом но которая выгодна всем нашим партнерам с которой уважают с считаются чтобы не уезжали отсюда наши дети чтобы не эвакуировались отсюда миллионы наших сограждан каждый год чтобы мы гордились не только нашей истории народом но и державы а для этого нужно пройти чуть больше путь чем просто выйти на митинг еще раз хочу сказать что никто тут не сольется никаких переговоров с мародерами и ворами мы вести не будем мы четко знаем что нам делать и просим вас не просто приходить на митинги не просто поддерживать делая репост а тем у кого есть возможность подключайтесь к работе руку вызывания нам нужны аналитики нам нужны люди распространяющие информации нам нужны люди в агитационный отдел информационный нам нужны люди имеющие навыки работе в органах безпеки если вы чувствуете что вы готовы пишите на фейсбук руку вызывания в комментариях либо посадите мой предыдущий пост там есть электронная почта и вы пишите мне в личку да мы потеряли три года до об этом мы говорили еще в четырнадцатом году но никто не идеальный нам тоже нужно было время чтобы понять как работает эта система чтобы получить необходимые знания но упорство думаю нас хватит стена достраивается друзья что это за что это за стена можете сказать двух словах что это кого огораживает это их от нас или нас от них можно правду не правда лучше не надо потому что ваши кровожадные ваши кровожадные фантазии я лучше людям не слышать потому что тут видите уже сечевой иллюстратор повесили и так далее добрые друзья я желаю всем счастливой недели желаю всем особенно тем кто активно участвовал протестах сейчас использует время побольше побыть со своими семьями с родственниками с детьми ну мы естественно на новоречные свята не оставим наши деятельности не оставим лагерь без защиты если чтоб постараемся правда этого не используют но попросим вас оторваться от новогоднего стола прийти нам помочь но я думаю что если что не произойдет добрые друзья дякую всем с размого счастливого дня у меня сейчас тоже у детей утренник проходит школе